Представляете, вы живете в глубинке, не в столице, а тут вам министр экономики предлагает подать заявку на должность и работать через интернет. Да, это не сказки, это реальность. Совсем недавно Министерство экономики Норвегии выложило объявление о должности юриста, первого консулента в прямом переводе. Да, это впервые, но вот они, если так можно сказать, положительные итоги пандемии заставляют работать по-новому во многом через интернет на удаленке. Конечно, не все могут претендовать на то, чтобы работать в Министерстве экономики, но тем не менее, надеемся, это станет доброй традицией, примером для подражания и частным предприятиям, частному сектору. То есть не нужно никуда переезжать, можно остаться жить там, где живешь, то есть столицу покорять в практическом бытовом смысле не нужно. Достаточно заявить о своей квалификации и хороших рекомендациях. Можно сказать, лед двинулся и, возможно, частный сектор тоже воспользуется такого типа опытом, уже наверняка этим пользуется, будем отслеживать и ищет специалистов, которые могут работать дигитально, по телефону, по интернету, организовывать продажи, перевозки, консультации и так далее, тому подобное. Вот еще интересная ссылка. Требуются продавцы по телефону Танхейм или Вангер, если вы говорите по-польски, русски, литовски и латышски. Договариваться о встречах, контактировать, выходить на контакт с новыми клиентами, продажи, предлагать новые клиенты. Новые продукты финансовые, сопровождение клиентов. Вообще, на сегодняшний день, когда границы закрыты, многие профессии, многие кандидатуры востребованы, вне зависимости от возраста. Главное, чтобы были в Норвегии. Вот интересное объявление. Осло Биманинг предприятие называется. Это агентство. Интересно оно будет тем, кто все-таки хотел бы иметь поддержку на своем родном языке, языке, который хорошо понимает. Обратите внимание, здесь вот указано, что сотрудники этого предприятия, консультанты, говорят на польском, русском, английском и норвежском языках. Зарплата 240 крон в час, плюс бесплатное размещение, жилье, в буквальном переводе. Ищут сотрудников, которые говорят по-польски, норвежски и английски. Ссылку мы опубликуем. Смотрите в комментариях. Кстати, здесь указано, что человек, плотник, который может работать самостоятельно. Есть факт Бреф, сертификат плотника по-норвежски и другим профессиям, естественно, факт Бреф. Если есть значительный опыт, это будет рассматриваться документы, которые подтверждают пятилетний опыт, умение и способность читать чертежи, права на управление легковым автомобилем. Ну и так далее. Можно посмотреть в ссылках к этому сюжету в комментариях. То есть нет той конкуренции, когда можно было прыгнуть на самолет в одной из европейских стран, прилететь в аэропорт, тебя встретят, разместят или сам доберешься и начнешь работать. Теперь немного сложнее. Работодателям приходится проявлять креативность и искать местные кадры. В Бергене тоже требуются плотники. Есть в руководстве сотрудник, который говорит по-норвежски, английски, литовски, русски, латышски. Указан его номер телефона. Подробности можно посмотреть по ссылке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!